Итак, добрый вечер. В прямом эфире фонда «Измени одну жизнь». Я Иолан Качаева, и мы сегодня с гостей, которую давно все ждали. Я представляю, это Ольга Гоголева, известный блогер и также блогер фонда «Измени одну жизнь». И пока вот смотрю, чтобы включилась видеозапись уже, точнее, видеотрансляция эфира. Вот смотрю, пока вижу только наши аккаунты, попрошу тех, кто уже к эфиру добавляется, напишите, пожалуйста, вы нас видите или пока только фотографии нашел. Я почему-то только на смартфоне вижу нас обеих. А вот, а все, видеосвязь пошла. Отлично, вообще все. Я очень рада, что мы обе. Ольга. Ну, я для начала скажу для тех, кто не знает, но мне кажется, уже многие знают, что Ольга многодетная мама. У нее есть шестерокровных детей, есть трое приемных подростков. Ну, таких уже взрослых подростков, скажем так, да. И недавно появился еще один ребенок, как я так предложила Ольге сказать. Это ее книга, ее первая книга. Я также думаю, что, как и детей, книга не будет одна. Что будет еще? Потому что есть о чем рассказывать, есть о чем писать, есть о чем говорить. Вот. И в блоге, и в книге, и в эфирах. И поэтому я сейчас слово Ольге передам. И попрошу ее рассказать, как вообще вот все это взаимосвязано, дети, книга, что было в начале, что дальше. И будем еще также читать вопросы, которые будете задавать вы, дорогие пользователи. Вижу, что все подключаются потихоньку. Все, Ольга, вам слово. Хорошо. Здравствуйте. Прошу меня извинить, я волнуюсь, потому что я еще не привыкла выходить в прямой эфир и отвечать на вопросы. Для меня это все время в новинку. Вот. Про жизнь нашу и про книгу хочу сказать, что если бы не было приемных наших парней, а все они появились в семье после 17 лет, то есть они уже прям взросленькие мальчишки были, если бы не они, то книги бы точно не было, потому что осмелиться и начать писать рассказы очень трудно. И вот благодаря Кирюхе меня просто прорвало, и я только благодаря ему начала писать истории. И в конце концов все эти истории вылились в книгу «Спокойной ночи, будущая мать героя», которая вышла когда? Вот в марте ее напечатали, в апреле была презентация, и сейчас это вот последнее мое детище, которым я очень горжусь. Я не верила, что у меня получится. Книжка есть, в ней куча наших историй. Это «Истории из жизни». Семь глав, три из них посвящены приемным подросткам, нашим мальчишкам. Еще четыре главы посвящены просто детским историям, истории из жизни, которые очень не хотелось забывать, и которые греют мне душу, и которыми мне очень хотелось поделиться. Вот. Могу рассказать про наших мальчишек приемных, как они? Давайте, да. Да, да, да. Это, да, на самом деле, интересная и нестандартная история. Когда-то у меня было только пятеро детей, и я умирала, и боялась, что не доживу до утра. И я Богу обещала, что если я доживу до утра, если он оставит меня в живых, то я возьму ребенка из детского дома. Я выжила, и спустя десять лет я вспомнила об этом обещание. И оказалось, что я-то думала, что я усыновлю маленького, крохотного, прекрасного младенца. Оказалось, что за ними очередь, в очереди нужно стоять два-три года. И поняла, что подростки мало кому нужны, их многие боятся. Мне очень захотелось помочь кому-то, кому точно никто, кроме меня, не поможет. И вот я наткнулась случайно на Кирюхина объявление и в конце концов забрала его в семью. Хотела сказать сразу, что жизнь, которую вы представляете, когда желаете стать приемной матерью, вы представляете себе жизнь, вашу будущую с приемным ребенком, со своими детьми кровными. Вы думаете, что она будет сладкая, интересная, очень такая сердечная, душевная, прекрасная, счастливая. Она становится счастливой, трудной, но она становится другой. Главное, она бывает трудной. И трудности совершенно такие, о которых вы не могли предположить даже. Даже если вы читали кучу историй, трудности бывают такого характера, как в кино. Вы этого не могли просчитать заранее. Поэтому это всегда как триллер. Мне кажется, приемные дети — это реально триллер, каждый раз с разным сюжетом. Вот почему я начала писать истории. Это тоже такая классная ситуация была. Ну как классная. Кирюха был в семье примерно год. И один раз он много мне рассказывал. Он очень такой открытый парень. И один раз он на телефоне в заметках набил текст. Там был рассказ о его жизни скромной матерью. Я до этого думала, что он очень много мне рассказал. А этот текст он даже мне вслух рассказать не смог. Там был такой трэш, такая жуть, такая гадость и такая грязь, что мне очень захотелось вот прямо сейчас что-то сделать. Вот прямо сейчас. Чтобы я догадывалась, что таких, как Кирюха, в детских домах много. И по наружности ни за что не скажешь, что пережили эти дети. И мне очень захотелось, чтобы таких детей разобрали по семьям. И я зашла на сайт «Измени одну жизнь» и начала писать истории. И вот я, конечно, боялась, очень стеснялась. И боялась, что я не умею писать. Боялась, что никто читать не будет. Что надо мной будут смеяться. Но оказалось, что мои истории понравились. И для меня это самое было приятное удивление. Потому что это очень страшно начать писать для незнакомых людей. Ну вот точно так же, как я сейчас разговариваю с незнакомыми людьми. И это на самом деле очень страшно. Вот. И это очень волнительно. К тому же потом я еще узнала, что такое хейтеры. И Аланта, это вообще кофе. Хейтеры — это еще один. Они тоже есть, да. И они тоже есть. Да. Вот. И благодаря Кирюхе я начала писать истории. Я ему очень благодарна. Он очень сильно изменил мою жизнь. Это первый наш приемный сын. Потом появилось еще двое. Их мы не планировали. Они появились тоже почти случайно. Но их мы не могли не взять. Потому что очень хотелось помочь этим мальчишкам. Потому что такая же ситуация была. Я боялась, что если мы не поможем, то им никто не поможет. И очень хотелось. Из сочувствия они тоже стали членами нашей семьи. Тоже мальчишки, наши сыновья. Вот. Я не претендую на статус кровной матери. Но я им говорю, что, ребят, приемная мать, я для вас отлично. Я вас очень люблю. Но ругаю регулярно. И воспитываю. Ну, а как? Об этом как раз можно прочитать в книге. Я бы сейчас вот так сказала. Да, да, да. Об этом очень много историй. Да. Да, я хочу сейчас немного задать тех вопросов, которые вам задали. Вы не против, Ольга? Да, конечно. Во-первых, сначала, да, хочу сказать, что очень много сердечек нам шлют. Вы их не видите? Я их вижу, потому что вижу трансляцию ВКонтакте, и там видно, что нам посылают сердечки. Ну, я так понимаю, что они вам адресуются. Потому что когда вы стали рассказывать про ребят, прямо сердечки пошли потоком. Да, да. Ну, я теперь знаю, что так у нас пользователи, все, кто присоединяются к эфиру, они так выражают любовь. Мы уже это спрашивали тут в одном эфире даже. Говорили, вы когда сердечки шлете, вы что вот хотите сказать? И написали, что мы выражаем любовь. Ну, вот. Так что мы теперь точно знаем, что это значит. Это не хейтеры, это не в конце. Да, очень. Вот. Сразу прочитаю про книгу, уже отзыв от Татьяны Сахно, тоже приемная мама. И она пишет, я как раз читаю эту книгу, книга потрясающая, спать легла в час ночи, не могла остановиться. Вот такой приятный вот такой. Ну, значит, зашла книга, значит, понятным языком написана. Вот, вопрос такой. Как преодолеть от Марии, как преодолеть сомнения и страх наравне с желанием стать приемной мамой? И причем она же, нет, это уже другая мама тоже присоединяется и говорит, вот школы даже все пройдены, курсы, я так понимаю, и все равно есть волнение и страхи. Да, да, и все равно есть волнение и страхи. Да, Иоланта. Вот точно так же, как вот у нас с вами перед эфиром волнение и страхи. Да. У нас с вами эфир, допустим, на 30 минут, а тут ты меняешь человеческую жизнь, свою, своей семье и вот этого самого приемного ребенка. И это да, это вам не час эфира. Вот, это вся человеческая жизнь. И это действительно вопрос жизни и смерти иногда. И я понимаю. И если бы этого страха не было, наверное, это было бы ненормально, да? Потому что инстинкт самосохранения – это самый сильный инстинкт у человека. Естественно, страх перед неизвестностью, возможные ужасы приемства, все о них наслышаны. И о них, естественно, нужно знать. И нужно думать о том, что ты будешь делать, если ты с этим столкнешься. Допустим, для меня самое страшное – это если у ребенка окажется реальное, серьезное психическое заболевание, о котором ты раньше не знал. Если он окажется садистом, если у него будет сексуализированное поведение, такое яркое, что может отразиться, ну ладно, ты взрослый человек, муж, да? Но у тебя есть дети кровные. И это всегда капец, какая серьезная тема. Да, и все этого боятся. И я этого боялась. Кирюху-то мы когда брали, ему было 17, а у меня было трое девчонок. 11 лет, 13 лет и 20 лет. Естественно, я боялась. Вот. Что скажу? Страх – это нормально. Он должен быть, он у меня был. Я от страха просто плакала. Но так как у меня была сильная мотивация, я уже Богу обещала, ну как я на попятную не могу пойти. Поэтому я молилась и узнала о приемстве все, что было в открытом доступе. Естественно, школу приемных родителей, но хочу сказать комплимент вашему фонду, Иоланта. Я сначала открыла сайт фонда «Измени одну жизнь», потому что он просто первый в гугле попался в поисковой строке. Ой, как приятно. Спасибо. Уже хорошо. Да, и я его штудировала 4 месяца. Я прочитала все истории, все статьи про приемство, которые меня и в чем-то цепляли. И все видео семей, которые были хоть чем-то похожи на наши, где есть кровные дети и где есть приемные подростки. Так что это очень полезно. И я хочу сказать, что в школе приемных родителей мне ничего нового не сказали. То есть все это я изначально прочитала у вас на странице фонда. Спасибо большое. Да, 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 за что я тоже очень благодарна ему. Вот. И я думаю, что нужно приготовиться, узнать максимум информации, приготовиться к самому страшному, написать в голове план, что ты будешь делать, если вдруг случится самое страшное. И идти в бой. Да. Или не идти в бой. Или не идти, да. Или не идти, если ты понимаешь, что тебе слабо. Да. Такое тоже, и это тоже будет правильное решение, потому что обратно сдавать ребенка – это страшная травма. Я сужу по лёжке. С ним очень тяжело, тяжелее, чем с другими парнями, просто потому что в 14 лет его взяли в семью, а через 8 месяцев вернули. И я вижу, что в нем скрыта ужасная обида на весь мир. Я так понимаю, что эта история оставила глубокую печать, и с этим очень трудно бороться. К тому же я не педагог, не психолог, поэтому мне может быть еще труднее. Вот. Но я его люблю, он это знает, и он меня любит. И все конфликты у нас заканчиваются, да, все конфликты у нас заканчиваются, как сказать, конструктивно. Вот. Вот. Тут как раз и вам комплимент прочитаю, пишет «Смелая женщина». Это вот как раз про то, что не слабо, да, все-таки пошли дальше, вперед по пути, не сдавайся. И такой вопрос, как при полном яролаши, в кавычках, с парнями удается сохранять стойкость и чувство юмора, что тоже очень важно. да, у нас реальная яролашь, муж называет этот цирк с конями. Оля, у нас опять цирк с конями. Андрей, у меня есть цирк. Это муж пришел с работы. Привет, Юра, большой. Да, 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 скажу, когда он в следующий раз заглянет. Он испугался. Вот. Цирк с конями у нас, да, каждый день почти. Обязательно, ну, регулярно мальчишки что-то такое вытворяют. То подерутся, то жениться решил, то обижен на весь мир, в том числе на меня, то деньги все потратил за две ночи, то напился, в общем, то колледж бросает. Ну, очень много всего, очень много анекдотичных ситуаций. Но что спасает? От этих мальчишек, они внутри дети, и от них обратная связь бывает очень... От них очень много утешения. Они добавляют очень много адреналина в жизни, но они же и очень теплые, отзывчивые, и вот ляпнут какую-нибудь фразу, и сразу ты расплываешься, оттаешь просто, и ты понимаешь, что ты не зря все это терпишь. Вот. Например, Леха недавно, у нас с ним был жуткий конфликт, он меня очень сильно обидел, и я ушла из дома, у меня была зботовка. Вот. Думаю, пока он не попросит прощения, не вернусь. И он попросил прощения, и даже... Я видела, что он не готовил текст, что он от души говорит, и он даже сказал мне спасибо за все, что я для него сделала, и вообще за то, что он здесь оказался, и вообще за то, что я появилась в его жизни. То есть это был явно неподготовленный текст от души, продуманный. И вот это утешение, оно стоит всех тех слез и всех тех нервов, которые я на них трачу. Ну потому что... А зачем еще жить? Зачем еще жить? Очень правильный вопрос, да. Да. Ради чего мы живем? Да. Поэтому эта жизнь с ними очень интересна, очень любопытна, непредсказуема. И я говорю, они иногда говорят что-то такое теплое или делают что-то такое, что стоит всех этих нервов и тревог. Вот. И конфликтов, и денег, и времени, которые мы на них потратили. И всей той любви, которую мы им тоже даем. Они классные мальчишки, они внутри, конечно, дети. Им не по 20 лет, им внутри меньше. Вот. Так хорошо вы сказали, и я вам хочу тоже прочитать, что пишут вам в комментариях, что у вас очень красивый голос написали. Спасибо. Заслушались. Ну, я, во-первых, хочу сказать, что помимо красивого голоса, вы сама очень красивый человек, так сказать. Это просто красивая женщина, красивая мама. Это тоже очень важно. Вот. И то, что этим красивым голосом, как вы говорите, вы можете похвалить, можете где-то в струне подержать, такой в ежовых рукавичках, да, что голос, это, конечно, классно, но еще к этому голосу надо много чего приложить. Вот. А я хотела бы про книгу вас спросить. Когда вы ее вообще задумали писать, как это все происходило? Потому что блок уже был, блок был из соцсетей, вы на сайте вели, и в соцсетях уже дальше пошли. Я видела, что у вас все развивается. И вот как к книге-то вы пришли, скажите. Ой, Аланта, это, да, интересный вопрос. Благодаря, считай, вот вам, вот благодаря вам лично, я начала выкладывать в Инстаграм истории, когда вы мне попросили там ответить на комментарии, а я даже не знала, как в Инстаграм заходить. И вот я стала пользоваться Инстаграмом, выкладывать туда истории. У меня появилась куча подписчиков, в том числе и ваших. Вот. Они на меня подписались. И тут среди подписчиков появились очень интересные люди. Одна из них была психолог Ольга, которую я видела в постах. Они у меня иногда бывают очень неоднозначные, очень нервные. И она очень дельные советы давала. Вернее, даже не советы, а замечания. Видно было, что она очень умный человек, психологически подкованный. Вот. Я начала к ней обращаться иногда за советом, узнав, что она клинический психолог и психотерапевт такой прям мощный, с хорошей подготовкой. И вот как-то мне нужна была помощь. И мы с ней по WhatsApp разговаривали. И проблема была в том, что... Говорю, Ольга, вот как же мне денег-то заработать? Не хватает. Она говорит, слушай, я давно тебя читаю. А ты разве книгу не хочешь написать? Я говорю, слушай, ну хочу, но это же страшно. Это я не умею. Я не знаю, как это делать. Она говорит, ну, а ты что хотела, чтобы на тебя деньги падали? А ты ничего не делала? Деньги надо зарабатывать. Давай, старайся. И она мне спросила, так, Ольга, к какому числу ты подготовишь текст для книги? Ну, я ей говорю, ну, хорошо, к первому августу. Вот. И я поду... Короче, она вытянула из меня это обещание. И, конечно, текст к первому августу я не подготовила. Я его подготовила к первому августу следующего года. Это были истории, которыми мне очень-очень хотелось поделиться. Те самые посты из соцсетей, которые для меня были очень-очень дороги. И мне хотелось, чтобы они были не в соцсетях, а вот, чтобы их можно было подержать и куда-то с собой взять. И мне очень захотелось рассказать им людям, чтобы они могли эти истории с собой в дорогу взять, на полку поставить и лет через пять перечитать, чтобы они вспомнили свои такие же истории. Потому что у нас в жизни много такого случается, чего мы иногда не замечаем. А мне вот захотелось это увековечить, чтобы никогда не забыть. И здесь самые-самые-самые дорогие истории. Их немного, ну, 84, но они короткие. По-разкраннице, наверное, да. Вот. И когда я подготовила текст, упомянула об этом в Инстаграме, тут же мне написали две девчонки и сказали, что они работают в издательствах и предложили свою помощь. Я говорю, вы мне подскажете, как это делается? Да, и обе мне сказали, да, обращается. И пошло. Да, и одна, которая жила поближе, она живет в Москве, Полина Кошкина, шикарное имя такое, да. Мы с ней скарифанились, она издала в своем издательстве мою книгу. И, слава Богу, подписчики в Инстаграме, в ВК, в Телеграм-канале купили при заказе мою книжку и таким образом мы сразу окупили тираж. Здорово. Да, это было реально, и Алланты, это было очень странно. Я думала, что это будет очень трудно, но оказалось, что, ну, как во сне, как будто ты, тебе все это приснилось, это у вас оказалось нетрудно. Ну, так вы говорите, нетрудно, да? Ну, не у всех так. Значит, все вы делали правильно, мне кажется. Значит, шли по правильному пути, и книга, значит, это нужная, раз ее захотели покупать. И причем тоже хочу прочитать вопрос, спрашивают, как купить книгу. Скажите. Спасибо за вопрос. Я хочу сказать, что в Московском доме книги на Новой Арбате 8 есть в продаже наша книга «Спокойной ночи, будущее, мать героя». Наши истории, которые я не хотела забыть, в том числе и про приемных парней, и про кровных детей, и про отношения с мужем, и про то, как хочется быть красивой, а ты все время толстеешь, или стареешь, вот, или ты усталый, и нужно работать, а денег нет. Ну, короче, про все на свете, но вот про нашу жизнь. Вот. Новый Арбат 8, Московский дом книги, там наша книга есть в наличии. Ее можно насколько я знаю, заказать там с доставкой на сайте. Вот. Но, кто хочет купить лично у меня, с автографом, да, с автографом, с автографом, я еще кошек там рисую, красивеньких, таких маленьких, хороших кошек, я сразу после эфира выложу маленький пост, он будет доступен три дня, три дня, потом удалю. там я напишу, как купить книгу у меня, чтобы я вам прислала ее, заказную бандеролью через почту. В общем, имейте в виду, либо Московский дом книги на Новом Арбате, либо... Либо ко мне, да. Либо ко мне, да, читайте пост после эфира, да, да. Три дня пост будет висять. Так, и тут вот интересные комментарии пошли. Ольга, нужна еще книга от вас, первая очень быстро закончилась. Да, присоединяюсь, нужна еще одна книга. То есть вот как раз уже, в принципе, продолжайте. Спасибо, спасибо. Спасибо вам огромное, Оля, за ваши правдивые истории. Вы классная и очень отважная. Люблю вас читать. Спасибо. Так, Олечка и даже меня, и Аланта, спасибо вам огромное. Ну, вот и я тут уже присоединилась. Спасибо. Так, ну, это, конечно, очень приятно так вести эфир. Я всегда, ну, не скажу, что удовольствие получаю, я какую-то силу получаю, честно говоря, когда общаюсь с приемными мамами, мне кажется, есть такое, и пользователи, я думаю, тоже, когда слушают и участвуют тоже, мне кажется, сейчас напишут, если хотите, напишите, что вам дают эти эфиры, когда ты говоришь или слушаешь просто человека и чувствуешь, что тебе, как говорят сейчас, тема заходит, тема зашла, разговор зашел, что ты что-то услышал, что тебе нужно было. Вот как был вопрос, да, а как быть за страхами? Вы, в принципе, объяснили, что ты с ними делаешь, или боишься, или боишься идешь, или боишься и не идешь. Да, и то, и то будет правильно. Да, совершенно верно, все правильно, присоединюсь. Вот, поэтому, если напишите, что вам дают такие эфиры, мы прочитаем, будет, мне кажется, интересно, получаете ли вы то, что хотели, или получаете еще что-то, о чем даже, может, не догадывались. Вот. Я хотела спросить вас еще, Ольга, что, когда вы взяли Кирилла в семью, как так получилось, что, понимая, что сложно, и вы говорите, были страхи насчет девчонок своих, и вообще, что появился мальчик, вот такой интересный, необычный, да, вот от него не знаешь, что ждать. А почему не было страшно еще у двоих взрослых мальчиков взять в семью? Или было страшно? Иолан, конечно, было страшно, оба раза было страшно, вернее, все три раза было страшно. А я хочу сказать, что, помню, в школе приемных родителей спрашивала у психолога, скажите, а как понять, смогу я или не смогу быть приемной мамой? Вот. Она классная, ответила мне очень просто. Ну, смотрите, если вы готовы меняться, то у вас получится, если не готовы, то не берите. Вот. И я вот сейчас, спустя пять лет, приемного родительства, понимаю, что, да, я готова была меняться, я готова была лезть на амбразуру, и я на нее лезла. Вот. И я, и я реально, вот, переступая через этот страх, прямо страх со слезами, на самом деле, я от страха просто плакала. Но сочувствие, оно, видимо, было чуть сильнее, чем страх. и сейчас, переступив через страх, я стала сильнее, я стала смелее, я стала отважнее, я даже на бокс пошла. Вот. Я даже полгода занималась боксом. Да, да, да. И с мальчишками тоже было страшно. Но Лешку было очень жалко. Через два года после Кирюхи мне написал его друг и сказал, что Лешка, бывший Кирюшкин одногруппник, в Москве сейчас потерял деньги и паспорт, и его выгонят из хостела, потому что у него проплачено только два дня, и он не знает, что делать. Вот. И я тогда написала Лешке, предложила помощь. Сначала искала какие-то ночлежки, как восстановить паспорт и все такое. А потом поняла, что мне будет гораздо проще ему помочь, если он просто придет в Пензу пешком по трассе М5. Вот. Тут 600 километров. Ну, лето было. И я думаю, ну, раз пойдет, значит, ему нужна наша помощь. И он пошел. Вот. Я говорю, дойдешь, найдешь в Пензе телевышку, запиши наш адрес. Он пришел. Вот. Ну, он прошел 200 километров, потом, потом доехал на поезде. Слава Богу, там получилось. Вот. А с Данилом, я нашла ему две приемных семьи, но он ни в одной из них не смог поехать. Одной семье отказали, опека, а другая семья, я не знаю почему, но он почему-то пошел на попятную. А я видела по нему, что он к жизни не готов. И мне очень хотелось ему помочь, но я видела, что он никому не доверяет и боится, что он никому не нужен. Вот. В моей семье тоже все были против, но я потихаря начала оформлять документы. И почему-то так сложилось, что и дети подписали согласие, и муж согласился. И вот Данилка сейчас тоже живет с нами, но последние три недели он живет с невестой, он наставлялся жениться, он тонет в овоте любви. Вот. Колледж, из колледжа он отчислился, потому что оказалось, что учеба ему трудна. Сейчас стоит на бирже, думает, как устроиться на работу. У него получается с переменным успехом, пока не очень получается, но бирж пока платит. Мы работаем над тем. Короче, мы решили проверить, можно ли жить, не заканчивая колледж, можно ли научиться работать и зарабатывать на жизнь. Вот мы с Данилкой проверяем эту версию. Пока? Пока получается, но деньги от биржи еще не закончились. Мне вот интересно, в июле пособие от биржи прекратит поступать, вот тогда начнется настоящая жизнь. И мне интересно, что же будет дальше с нашим Данилкой? Закончится ли у него любовь в таких суровых условиях жизни, когда нужно самому зарабатывать? В общем, очень много вопросов, и мне любопытно, как это все будет. Ну, мы тут рядом, он живет буквально на соседней улице, поэтому мне интересно, что будет дальше. Вот. И... Теперь мы тоже заинтригованы все, мы тоже заинтригованы, я думаю, прямо в июле мы, наверное, еще один эфир сделаем. Ну, погодите, давайте. Да, но я шучу, шучу, подождем все-таки, да. Будем надеяться, что будет все так, как нужно, чтобы у него дальше все хорошо складывалось, и что... Предугадать сложно, но чтобы путь его был, вел, ну, как бы его к хорошему, именно, да. самостоятельно и нормальному человечеству. Да, чтобы не было таких каких-то, ну, фантазия, это, конечно, все хорошо, и мечты, ну, вот реальность жизни, она приходит, да, к самостоятельному, чтобы... Данил сейчас работает домработницей. Молодец. Я его нашла, да, из своих клиентов одного выделила, так что он честно зарабатывает на жизнь, пока мало зарабатывает, но при желании количество клиентов можно увеличить, и будет у нас в Пензе домработник, да, потому что домработниц полно, а домработников в Пензе еще нет. Да, тут уже, между прочим, может и ценник больше быть, потому что домработник может еще что-то сделать и как, ну, мужскую силу, да, какую-то применить, да, тот же мусульчат или что-то. Я уже так сейчас немножко куда-то пошла не туда, тут я думаю, сам он придумает, но то, что домработник интересно, да, и то, что он понимает, что это не только деньги с биржи можно получить, можно поработать и заработать. Вот, это уже классно. Ольга, спасибо, что вы, ребят, этому учите, потому что у нас многие приемные родители, не буду говорить все, не люблю это слово, многие как раз говорят о том, что подростки не умеют распоряжаться и теми деньгами, которые они получают, какие-то пенсии, зачисления, но они даже и не понимают, как пользоваться и зарплатой, даже если они что-то получили за свой труд, это тоже полное непонимание того, как ее распределить, а уж тем более, как сделать так, чтобы эта зарплата соответствовала, да, твоим вообще каким-то ожиданиям, братам, то есть эти вопросы сами они решить не могут. Ну, что говорите, дети не в те могут это решить, так сразу, да, получить первую зарплату. Это большой труд и большая работа как раз взрослых, которые рядом, родители, да, кто-то может им пример привести, да. Иланд, я хотела сказать, что вот у меня, в принципе, такая же проблема, я транжира, у меня деньги не задерживаются, но, но, я научилась работать и зарабатывать, и поэтому у меня удобная работа с ежедневными выплатами, я домработница, и поэтому все, что я сегодня заработала, я имею право потратить, и я с удовольствием удовлетворяю вот это вот свое желание тратить деньги. И мальчишкам говорю, мальчишки, если не умеете копить, то учитесь зарабатывать честным человеческим трудом, вы заработали и тут же потратили, вам приятно, хорошо, ну, а жена будет вам помогать и немножко контролировать этот процесс. Помогать тратить тоже будет. И тратить, и зарабатывать. Это все тоже важно, в общем-то. Да, да. И тоже объясняю, что когда вы вдвоем, когда это нормальная полная семья, вам намного легче, конечно же, вдвоем и меньше. Это тоже очень важно. Да. И мы сейчас как раз вот начали про траты говорить, мне кажется, ну, для себя, чтобы тратить эти удовольствия, мне кажется, можно поговорить о том, как восполняется ресурс приемной мамы, ну, даже и предетной мамы, потому что у вас и свои дети, и приемные, и ссоры бывают, и примирения. Надо восполнить ресурс. Иоланта, восполнить ресурс. Когда уже совсем прям край, когда совсем-совсем было плохо, я исключала из жизни все, на что я трачу время и силы. То есть я переставала ходить на тренировки, я переставала читать книги, я переставала делать все, я только делала домашнюю работу и ходила на работу, за заработком, и чуть-чуть пыталась уделить время всем детям, чтобы им показать, что я их люблю, чтобы они этого не забывали и чтобы они это замечали. Вот. То есть вот я отказывалась от всего, от чего можно отказаться. Это когда у меня совсем не хватало ресурса. Это были вот первые месяцы адаптации с Кирюхой, первые месяцы адаптации с Данилом и первые месяцы адаптации с Лёхой. Вот мне тогда, я даже на 4 месяца уходила с тренировок, а это для меня великая радость на самом деле. Но на тренировки уходят физические силы и время, которых у меня уже не было. Поэтому даже от них пришлось отказаться. и, честно, я человек верующий, поэтому, когда мне совсем плохо, я молюсь, я бегу исповедоваться и причащаться. На мой взгляд, это неоценимый ресурс. Выше этого ничего невозможно придумать. И если позволяет финансы, просто шикарно слетать в отпуск хотя бы на 5 дней с мужем вдвоём. Если позволяет финансы и есть с кем оставить детей. Ну, если у вас маленькие. У нас подростки, они уже сами друг другом остаются. И за мальчишек приёмных я не переживаю. Они зла нашим детям не сделают. Поэтому мы можем их оставить на 5-7 дней. И если вы можете себе позволить улететь в отпуск или хотя бы уехать даже на 2 дня в пригородный отель, это тоже классно. Мы с мужем в последний раз брали бутылку виски и уезжали в пригородный отель. И нам было хорошо. Так, ну ладно. Мы тут не будем эту рекламу закрывать. В общем-то, хороший, я думаю, совет. Каждый его по-своему поймёт. Ну, то, что побыть с мужем важно, то, что немножко расслабиться важно, отдохнуть важно. Я тут только поддержу, Оля. Не знаю. Может, кто-то ещё поделится комментариями, как кто свой ресурс восполняет. Это очень интересно. Потому что у нас сейчас в эфире пользователи есть. Сердечки шлют вообще бесперестанно, Оля. Просто идут и идут. А я прочитаю то, что вот ответили на вопрос, что дают эфиры. И Марина, спасибо вам, ответила. Эфиры дают веру в свои силы. Веру в то, что если страшно, не значит, что не справлюсь. Очень хорошо так сказано. Сказано отлично. Я благодарю вас за такой комментарий. Если есть кому что сказать об исполнении ресурсов своих, пишите, пожалуйста. Очень интересно, правда. Потому что каждый где-то свою находит подкидку. А вот интересно от вас прозвучало, что вы наоборот стараетесь минимизировать затраты сил, и физических, и моральных. Ну да. Этому меня научила жизнь не приёмная, а многодетная матери. Многодетная. Да. На первом месте дети, и поэтому ты отказываешься от всего, и потом это приносит свои плоды. Потому что я знаю, что у многих противоположная точка зрения, что нужно немножко подумать о себе, стать немножко эгоистом, сходить с подружками в кино, или ещё чего-то. Я от этого не восполняюсь, поэтому я и не советую этого. Я восполняюсь, когда я вижу, что дети видят, что я их люблю. Я вижу, что они тёплые, что они мне сочувствуют, что они меня понимают. Вот. И я обязательно с ними разговариваю и объясняю, что мне очень-очень плохо. И объясняю, почему мне плохо. Я объясняю, почему я не могу бросить это всё и послать к ядрению фене. А почему я вот эти трудности терплю. Я объясняю детям и от этого получаю огромную обратную связь, на самом деле, и утешение, и облегчение. Потому что они не глупы все. Да, они не спонят. Конечно, всё понимают. Но они уже взрослые, самостоятельные, и много у вас самостоятельных уже детей. Я так понимаю. Да. Вот. И я хотела спросить, вот кровные и неприёмные, это тоже вопрос такой. Мы говорили о том, что вы когда брали Кирилла в семью, да, это тоже важно было. А сейчас, когда уже трое приёмных детей, кровные, как к этому относятся? Они вас жалеют? Или они могут когда-то что-то критиковать? Может быть, вас... Критиковать могут. Могут, да? Могут сказать, что зачем ты на себя берёшь много, ты себя не жалеешь? Могут сказать маме так? Они говорят даже хуже. Все четыре года они мне говорят, мам, зачем ты нам жизнь испортила? А, как приоланта... Да, у нас вот этих вот розовых слонов нету в семье. У нас довольно всё жёстко. Если вначале у них тоже были иллюзии, как и у меня, и они думали, что приёмный ребёнок, даже 17-летний, может стать таким же, как они, членом семьи, то потом мы поняли, что вот наши кровные дети и приёмные парни — это люди с разных вселенных. Я-то люблю и тех, и других. И я понимаю, почему мальчишки, наши орлы кемеровские, такие, я понимаю, потому что у них не было такой матери, как я первые 17 лет своей жизни. Наши кровные дети, естественно, им это понимать не хочется. Им... Они видят, что раньше было больше денег, стало меньше денег. Раньше мама им больше внимания уделялась, сейчас меньше уделяет. Раньше мама меньше ругалась, теперь больше ругается. Да ещё она ругается на Кирюху, Лёху и Данила. И она расстраивается, она устаёт, она злится, она не знает, что делать. И мне часто, кровные дети, раньше, ну, месяцев несколько назад, говорили, «Зачем? Ты же нам испортила жизнь. Зачем тебе всё это?» Ну, я им объясняла, зачем. Я им объясняла ситуацию с обещанием. Я объясняла, почему я обещание не могу нарушить. Почему я не могла бросить Лёшку? Почему я не могла бросить Данила? И, в конце концов, знаете, совсем недавно я пришла к тому, что, если бы не приёмные мальчишки, я бы книгу не написала, я бы сейчас не сидела, не разговаривала с вами, я была бы никому неизвестная, усталая пензенская домработница, которая просто ездит, убирается в чьих-то коттеджах, и никто о ней не знает. А сейчас благодаря Кирюше я выгляжу вот так. Я раньше была не такая красивая. Да. Сейчас я смелее, сейчас я умею рассказывать интересные истории. Сейчас меня дети мои кровные зауважали, за мою смелость, и за то, что у меня книга вышла. Когда Машка узнала, что книга уже отпечатана в тикпографии, уже едет в Пензу на машине, она говорит, мать, я тебя уважаю, это нереально. Ты ее совершил всюду. Да, да, да. То есть вот старшая моя дочь, она реально вот поняла, как это мощно. Я, обычный человек, совершила такое, что не каждому приснится. И я думаю, что сейчас уже видно первые результаты нашего воспитания, первые перемены в жизни приемных мальчишек и в нашей жизни. И я просто думаю и надеюсь, что мои кровные дети поймут, что и я имею право на личную жизнь, я имею право поступать так, как считаю нужным, и благодаря этому я счастлива. И я надеюсь, что они тоже научатся так же жить, чтобы стать счастливыми. Вот так. Оль, даже добавить нечего. Все вот вот так это все хорошо объяснили. И я еще хотела только добавить вот про то, что вы и книгу написали, тоже дети увидели, да. И я уверена, что подписчиков вашего блога больше, чем у ваших детей. Да. Да, они тоже, наверное, заметили. На самом деле это сила, это огромная поддержка, да. Конечно. Но то, что вы рассказываете, как быстро люди схватывают, что вы пишете книгу, то, что нужна поддержка психолога, это сообщество, оно дает неимоверно много не только каких-то связей, да, вот именно сил и понимания каких-то действий, что делать дальше, надо ли это делать, какие-то интересные идеи, предложения. Это правда очень круто. Я сейчас прочитаю, вот Татьяна пишет вам, хочу сказать огромное спасибо за книгу, прочитанную на одном дыхании. Ольга, у вас талант, надо продолжать писать. Смотрите, вот в сегодняшнем эфире идет такой тренд, что надо продолжать. Ольга, я вам тоже сказала сразу, что это детей не один, и книга не должна быть одна. То есть, мы вас ждем дальнейших рассказов, но пока, как обычно, можно это все в блогах рассказывать, мы будем с удовольствием учтывать. Вот, в эфирах будем, думаю, вас еще увидим не раз, потому что есть о чем говорить. Вот, я думаю, что мы можем потихонечку к финалу приближаться. У нас сейчас 43 минуты на одном дыхании пролетели, вот честно скажу. Мы не разу не сказали э-э-э. Вот, не было таких рекламных паузов, вот, все просто настолько интересовало всех, кто сегодня с нами, и меня, и, мне кажется, будет интересовать тех, кто будет в записи, много очень у нас слушают пользователей. Потом могут появиться еще вопросы. Я призываю, если вы в записи будете смотреть, пожалуйста, вопросы эти пишите прямо к записи эфира. и тоже мы потом с Ольгой как-то все. Да, можем потом и вам могут написать, да, ваш блог могут написать. Конечно, если на какие-то ссылки мы добавим, прямо в ВКонтакте можно добавить комментарий, ссылочку на блог, чтобы там шли и насчет книги и какие-то вопросы еще задать, то это все очень будет хорошо. Вот, Ольга, я благодарю, очень сильно вас благодарю, и мне кажется, вот тот разговор, о котором мечтали, читая анонс наших пользователей, этот разговор состоялся. На вопросы мы ответили, много интересного узнали, и есть еще, как мы написали в анонсе, есть еще о чем говорить, есть продолжение. я в продолжении поставлю. Вот, всем спасибо, я передаю слово вам. Так, я должна сказать что-то заключительное, да? Да. Да. Хорошо. Что-нибудь. Хочется сейчас налить бокал шампанского, полететь, сказать. Мой любимый тост. Желаю, чтобы ваша жизнь была интересной, чтобы она имела смысл. Мне кажется, даже больше сказать нечего. Я вам всем желаю утешения, мудрости, веры, смелости. И чтобы вы, достигнув 70 лет, оглянулись на свою жизнь, и подумали, как хорошо, мне не о чем жалеть. Все, что я хотела, я сделала. Я вам желаю и себе тоже этого чувства. Мне 50. У нас еще 20 лет прекрасной, интересной жизни. Вот, и ладно, спасибо. Больше, больше, больше. Спасибо, я вам предпринимаю крепко, да. Я очень надеюсь с вами увидеться. Я думаю, что и многие другие бы хотели тоже. Ну, начнем с нас пока. Я давно уже по-то мечтаю. я это вот при всех говорю, чтобы сбылось. Потому что мы с вами уже как раз перед эфиром говорили, что мы с Ольгой уже 3 года общаемся в переписках, видео, и пора уже... Но вживую ни разу не видели. Ни разу. Мы-то с вами. Все. Все, до свидания, Лёвка. Спасибо. Всего доброго. До свидания. До свидания.